слышите шишки закипают привет я уц и я сегодня буду вести эту серию бесконечного лета надеюсь мы с вами сработаемся шутка всем привет ребята всем здравствуйте с вами как обычно виктор и бесконечное лето на канале витек play у нас с вами осталось всего две концовки но я имею да такие эпичные бдн да я не беру я возможно даже так пролистаю сам без записи но там ничего интересного просто в конце мы не будем встречать девушку и все ну привет в общем мне тут на стриме подсказали в моем что давай-ка ты иди-ка проходи к юлю поэтому мы туда сейчас и отправляемся в принципе сам выбор концовки не очень быстрый не очень долгий точнее говоря например здесь нужно набрать я пойду с тобой в конце первого дня нам нужно оставить ключи в замочных скважине здесь принципе все равно что мы выбираем ты 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 все равно что делать так попытаться отнять котлету да пожалуйста ульянку мы уже прошли так и вот сейчас мы должны будем оставить ключи в замочной скважине не трогать ключи дальше нам нужно отмазаться от помощи нужно будет сказать что ольга дмитриевна попросила меня помочь ох вот эта спина ох это спинка она мне снилась кстати тут недавно классная спинка и слышите шишки закипают так так здесь у нас мику будет стучаться головой брояль ну и здесь ребята так пойти одному пойти заслайдать здесь все равно картишки нам все равно кому проигрывать или выигрывать какая разница спорить не спорить да пофиг давайте не поспорим так обучение мы уже с вами проходили не надо играть турнир но давайте что проиграть ли не проиграть алисе выиграть давайте выиграем надерем всем задницы так дальше нам что кажется нам пофиг куда идти а я везде бывал вообще такой вопрос медпункт сцена медпункт нет нет медпункт я тоже видел оказывается да что ж такое там так извини но я уже с леной договорился ладно подожди минутку как так если нами договорился я с ней еще не договорился да пофиг с тобой погнали вот вот здесь я должен сказать что знаете меня ольга дмитриевна попросила вечером ей помочь вот он наш вариант продолжаем нужно продолжать искать ответы так теперь нам нужно помочь ребятам постройки гигантских роботов но мы это уже делали здесь все равно ох и завалил славе а я один на танцах остался да я пошел и сам написал все в порядке так что у нас дальше еще съесть яблоко нужно будет но здесь принципе мы все побывали с вами уже кто хочет посмотреть на электроника так вот здесь скоро мы доберемся с вами до яблока так пусть алиса с углем уходит вот она вот она ребята яблоко которое появилось у нас мистическим образом мы его должны съесть все ну и теперь у нас задача очень простая пойти одному не пойду же туда один но вот тут в каком-то моменте сейчас у нас должно что-то начаться опа вот оно пошло ребята поехала за очередным поворотом фонарик и выхватила из тимы большую тень меня аж затрясло от страха и я не смог сделать ни шагу дальше и зацепенение вывела лишь мысль о том что это вполне мог быть шурик шурик ответа не последовало тихо 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 там тут тяны какие то пошли за поворотом за которым скрывалась тень открылась тень в свете фонаря увидел разбытые очертания человеческой фигуры кто то сидел на камне или скорее что то я замер как вкопанный что ты здесь делаешь Послышался приятный голос К сожалению, мой голос вряд ли можно назвать приятным, поэтому... Давайте что-нибудь изобретем Ловлю мышей Я открыл рот Но сказать ничего не смог Ты здесь их не видел? Нет, но уверен, что их тут полно Я направил луч фонаря на ее лицо У-у, милашка Правда у нее подбородок какой-то треугольный Либо у этой девочки не все в порядке с головой Либо, судя по ушам и хвосту, у нее не все в порядке с видовой принадлежностью На человека она не очень похожа Много поймала? Ни одной Серьезно ответила одна Девочка не казалась враждебной Я подсознательно ощущал, что мне не стоит ее бояться Но в то же время совершенно не знал, что у нее спросить Как узнать, кто она и что здесь делает Но с другой стороны Встретить кого-то в заброшенной шахте Тут любой останется заикой на всю жизнь И ведь передо мной явно не пионерка из лагеря Да-да А ты... кто? Наверное, его ищешь? Кого? Того мальчика Ну... ну да Ответил я после небольшой паузы Но все же... Девочка перебила меня Он тут долго ходил Я пыталась с ним поговорить, но он меня не услышал И где он сейчас? Не знаю Наверное, все еще бродит где-то здесь В общем, именно ее голос по ходу дела слышал Шурик Он же кричал нам, что с этих голоса они его замучили Она пыталась ему помочь, как выйти из этой шахты, наверное А он подумал, что это призраки его там насилуют мозг Весь этот разговор, похоже, ее совершенно не интересовал А ты? Как сюда попала? Так же, как и ты С поверхности Без фонаря Зачем? Она недоуменно посмотрела на меня И окончательно перестал что-либо понимать Опа! Фонарь моргнул, и я в ужасе начал стучать по нему кулаком Когда свет нос зажегся Девочки не было на прежнем месте Не знаю, кто или что она такое Но почему-то кажется, что именно она сможет привести меня к разгадке Как ни странно, я совсем ее не боялся Просто казалось, что эта девочка не причинит мне никакого вреда Впрочем... Сейчас надо искать Шурика А с ней мне предстоит столкнуться еще не раз Не знаю почему, но в этом я был уверен За последним поворотом из темноты показалась Дэй Я открыл ее и очутился в небольшой комнате Она была совершенно пустой Не считая... Шурика, который сидел в углу Извините, вырвалась Шурик! Он посмотрел на меня глазами полными ужаса А, не подходи! Шурик, это же я, Семен Я так просто не дамся! Он достал из-за спины кусок арматуры и принялся размахивать им Шурик, ты что, успокойся Сначала сюда меня загнали Потом по шахте водили А теперь Семеном прикидываетесь Похоже, у него окончательно поехала крыша Шурик, успокойся Никто мной не прикидывается Это я и есть Я старался говорить как можно спокойнее Ой, а я нагнетаю Но сам волновался едва ли не больше него Семен? Он прищурился Правда ты? Да А теперь расскажи, что случилось Как ты здесь оказался? Шурик отдышался и сказал Мне нужны были кое-какие детали для робота Я слышал, что в старом лагере есть бомбоубежище А в нем могут быть всякие приборы Вот с утра пораньше и пошел Он помолчал минуту, унимая дрожь в руках Детали я нашел, но потом В его глазах читался животный страх Голоса Они сказали мне пойти сюда Я спустился в шахту Потом они говорили идти направо, налево, направо, налево, направо, налево Он истерически захохотал Но теперь я им не дамся Я буду сидеть здесь, они меня тут не найдут Арматура вновь засвистела в воздухе Шурик Нет там никого, я тоже прилично попутал по шахте Но никаких голосов не слышал Он пристально посмотрел на меня Значит, ты с ними заодно? Шурик кинулся на меня Я только успел, что увернуться А вот фонарю повезло меньше Весь удар он принял на себя Мы остались в кромешной темноте Теперь уже и у меня начала ехать крыша Ты что наделал, идиот? Я отмахнулся рукой в ту сторону, где предположительно был Шурик Но безуспешно Теперь мы тут вдвоем сдохнем Ответом мне стало лишь молчание А затем тихий истерический смех Ничего, ничего Я знаю, где выход, иди за мной Куда это за тобой? Я ни черта не вижу На мой голос Выбора не было Сюда Голос Шурика прозвучал чуть дальше Откуда ты знаешь, куда идти? Я здесь все исходил Почему тогда не ушел? Голоса Тихо Они могут услышать В принципе, я мог поверить в то, что здесь действительно есть какие-то полусторонние силы В лагере Сайонок подобным вещам удивляться не принято Но пока что не было поводов для паники Хотя руки тряслись, не переставая Сюда Я медленно шел за его голосом И вскоре потерял счет времени Может быть, мы плутали несколько минут Может быть, несколько часов Наконец, вдали забрежжил тусклый свет Пришли! Мы уперлись в стену Путь на свободу перегораживала решетка под потолком Я подтянулся и по кусочкам пейзажа узнал центральную площадь лагеря Подсади меня Шурик покорно выполнил мое требование Я принялся колотить по решетке кулаками так сильно, что через пару ударов они все были разбиты в кровь Зато решетка поддалась и отогнулась Зачем же руками эти фонари был, господи? Через минуту мы уже выбрались на поверхность за памятником Генде Хм, когда я раньше видел эту решетку, то как-то даже не задумывался, что за ней могут скрываться катакомбы Они придут за тобой Я бессиленно рухнул на траву Кто? Придут! Повторил Шурик и убежал Хм-хм-хм О, ничелот какой, а! Я был измучен настолько, что не мог думать о каких-то голосах, вспоминать заброшенный лагерь, бомбоубежище или шахту В полубреду добрался до домика вожатый, однако сразу повалиться спать не удалось Не ввелся, не запылился Ольга Дмитриевна Усталым голосом начал я, пытаясь свести объяснение к минимуму Ты же сказал, что идешь прогуляться, а сам Да я, да я уже в милицию собиралась И вообще Ольга Дмитриевна, это не может подождать до завтра, я очень устал Вожатая смирила меня взглядом Ладно уж Меня несколько удивило то, что она так легко согласилась Но предоставленной возможностью я решил воспользоваться побыстрее Выключил свет И шмыгнул под одеяло И тут перед глазами появилась та девочка из шахты Я видел ее так отчетливо, как будто она действительно стояла перед моей кроватью Нет Показалось Но почему же я все-таки так Ну почему же все-таки тогда я почти не испугался Смог нормально и почти что спокойно с ней поговорить Ведь вот они разгадки Наверняка эта ушастая что-то знает Ведь наверняка Возможно старый лагерь, шахта, лабиринт Все это меня слишком измотало Да и нервы были на пределе Эх, надо было у нее что-нибудь узнать Хотя еще успею И... А, сразу день троеточия, прикиньте Интересно, как простые на первый взгляд события могут повлиять на человека Например, такое распространенное у детей ОКР Абессивно-компульсивное расстройство Вообще без понятия, что это такое Как идти по дороге, наступая строго на плитку, избегая швов А, это вот это ОКР Это идти по дороге, наступая строго на плитку, избегая швов Это расстройство Черт победи, ребята, я болен Не, я этим сейчас, конечно, не страдаю, но Когда был мелким таким Вот таким вот маленьким Я ходил по швам, не наступал, да, было дело И вроде бы ничего такого, но если от этого вовремя не избавиться Просто забыть или потратив больше усилий заставить себя Можно получить в дальнейшем множество проблем Например, зазеваться и быть сбитым машиной Никакими ОКР я никогда не страдал Но малозначительные события в моей жизни часто приводили к большим проблемам Действительно, что такого в том, чтобы встретить в пионерлагере Затиранном на краю пространства и времени А может и между мирами странную девочку с ушами Действительно, девочки с ушами это вообще невидимая чушь Господи, у каждой, посмотри, у каждой есть уши Вроде бы в этом и не было ничего такого Говорит, расстройств у меня не было Хотя, возможно, за эти 4 дня я уже слишком привык к размеренному ритму жизни Здесь как будто и не было ничего до этого Как будто все это совершенно естественно Поэтому совсем не хотелось удивляться Чему-то столь обыденному для сказочной страны Как девочка-кошка А, уши-то, наверное, у нее кошачьи, да? Вот про какие он уши Ясно Ведь она просто еще один персонаж этой пьесы Не лучше и не хуже других Однако, где-то в глубине души я понимал, что это не так Все обитатели лагеря казались нормальными Иногда даже чересчур С ними не приходило ровным счетом ничего примечательного Не происходило, конечно же Да что там Можно сказать, что жизнь моя здесь была попросту скучной А тут? Голова была готова разорваться от мысли Поэтому я открыл глаза и рывком встал с кровати Домик вожатый был таким же, как и всегда За окном монотонно надрывалась какая-то птица Планомерно взрывая своим пением капилляры у меня в глазах Я как себе это представлю Это какая-то адская птица, жесть Адская птица, жесть Часы показывали 11 И почему Ольга Дмитриевна меня не разбудила? Хотя какая разница? Хоть выспался Однако я совершенно не ощущал себя отдохнувшим А весь мир словно смеялся надо мной На улице ярко светило солнце Дул легкий ветерок Нежно шип Шепчасть с кронами деревьев А к мерзкой птице присоединились собратья Явно намерываясь окончательно пошатнуть мое психическое здоровье Вода в умывальниках была, как всегда, ледяная Только ополоснув лицо, я понял, что забыл в домике зубную щетку Зубной порошок, полотенце Странно, что себя не забыл День начинался отвратительно В ту минуту мне казалось, что это худший день из всех Что я провел в этом лагере Хотя выбирать было особо не из чего Сто с лишним часов не такой большой срок, чтобы сделать вывод о новом доме Доме Это слово больно стрельнуло у меня в мозгу Неужели мне предстоит здесь остаться навсегда? Но почему? Как? За что? Я бессиленно опустился на траву и закрыл лицо руками Внезапно вспомнилась та девочка Интересно, сколько еще фантастических персонажей я тут повстречаю? Прекрасный сегодня денек, не так ли? Не было никакого желания поднимать голову Да, лучше не бывает Ответил я, не меняя позы К чему сарказм? Сарказм? Я удивился и посмотрел вверх Однако передо мной никого не оказалось Хм, неужели померещилось? Нет, я точно слышал Может быть, схожу с ума? Шахта, шурик, голоса, девочка-кошка, опять голоса В чем же можно быть здесь уверенным? Ох, черт Я больно ударил А, я думал, по нему кто-то ударил Я больно ударил кулаком по умывальнику И тут же вскочил, держась за руку, чертыхаясь Твою же мать! Ой Такое ощущение, как будто ее кто-то намочил Хм, хм Внезапно из кустов напротив вышел кто-то Или что-то Привет Это была та вчерашняя девочка Привет Я не знал, что сказать Не знал, что от нее ожидать Может быть, она исчадья ада И пришла сюда окончить мой земной путь? Это, конечно, только если он уже не окончен Девочка-кошка внимательно смотрела на меня Ох, господи Че так страшно-то? Больно Она с глядом показала на руку Да Неуверенно ответил я Тогда зачем? Зачем? Зачем что? Зачем бил? Злился Я совершенно не понимал, как с ней говорить Может быть, одно неверное слово, фраза, жест станет для меня роковым? На кого? Однако девочка не высказывала совершенно никаких признаков агрессии Скорее казалось, что ей просто интересно все происходящее На себя Понятно Смотри, как ухмыльнулась прикольно Она еле заметно улыбнулась Слушай, даже не знаю, как начать Но все же должен спросить Я замолчал на некоторое время, собираясь с духом Ты кто? Девочка непонимающе посмотрела на меня Вот это выражение Я? Это я, конечно же Уверенно заявила она Нет, я понимаю, но Как бы это сказать? Просто не каждый день встречаешь человека с ушами и хвостом, знаешь ли Девочка-кошка внимательно обследовала вышеупомянутые части тела и спросила Почему? Я совершенно растерялся Если в первые минуты мне казалось, что ее стоит бояться Вести себя предельно аккуратно То теперь она представлялась скорее детенышем доброго духа Чем взрослой особью враждебно настроенного монстра Потому что в моем мире Я был абсолютно уверен, что не стоит от нее ничего скрывать В моем мире такое бывает только в сказках А что такое сказка? Ну-у-у Это история, которая не может произойти на самом деле То есть меня на самом деле нет? Девочка рассмеялась Я даже не уверен, что я существую Но ведь я могу тебя потрогать, значит существуешь От одной мысли о том, что она ко мне сейчас прикоснется, мне стало не по себе Ну допустим, существую Да Я сделал шаг назад Вот и славно Девочка улыбнулась и помахала хвостом Повисло неловкое молчание Все время, проведенное в этом лагере, я жил словно во сне Иногда ты спишь и понимаешь, что все происходящее в твоем мозгу Лишь, всего лишь плод твоего воображения И стоит только захотеть Последние пять дней я считал именно так А мысль постоянно сидела где-то глубоко в душе Однако оказалось, что все происходит наяву По крайней мере, просто взять и проснуться не удастся Я лишь хочу понять Что? Девочка все так же улыбалась Как я сюда попал? И как выбраться отсюда? Внезапно со стороны дороги послышались голоса и я обернулся К умывальникам не спеша приближались Слави и Женя А ты... Девочки на прежнем месте уже не было Угу Вы видели, видели? Словно мне было просто необходимо, чтобы кто-то подтвердил реальность этого существа Тогда я смогу убедить себя, что не схожу с ума Какая ирония Смехнуться, находясь в стороне ОС Одно попадание сюда Уже билет в желтый дом И если я через секунду проснусь То все равно не смогу быть уверенным, что все это был лишь сон Видели что? Девочки непонимающие посмотрели на меня Никого рядом? Со мной? С трудом выдавил я из себя Значит показалось Значит я все таки Да тебе лечиться надо Пыркнула Женя и прошла мимо Славя виновата улыбнулась и поспешила за ней Неужели все вот так просто? Сейчас мне хотелось одного Чтобы кто-то в этом кошмаре поверил, что я еще нормален Весь этот лагерь Местные пионеры уже не казались Как еще вчера такими уж реальными В конце концов Меньше недели назад я жил совершенно обычной жизнью обычного человека Своего времени А теперь Может быть Все что произошло Заставило меня думать, что так и надо Что это нормально Просто быть Существовать здесь А теперь последние остатки здравого смысла Отчаянно цеплялись за эту ушастую девочку Пытаясь доказать всему местному сказочному народцу Что происходит Что я не сошел с ума Смотрите Это вас не существует Вас Это я в вашей сказке А не вы в моей Может что-то походу делать Семен поехал головой, да? Голова была готова взорваться Если бы не сигнал к обеду Возможно я бы побежал в библиотеку В поисках медицинской книжки С рецептами лоботомии Рецепты лоботомии? Кхм В столовой было как всегда многолюдно Впрочем По-другому здесь и не бывает Я впервые посмотрел на всех местных пионеров Несколько под другим углом Действительно Почему все так? Правильно? Словно кто-то создал этот пионерлагерь Тщательно скомпилировав материалы из интернета При этом не удосужившись ни разу побывать В подобном месте самолично Как будто старый советский фильм Строгая вожатая образцовые пионеры И даже Ульяна Даже Алиса Все в рамках нормы Откуда же тогда взялась эта странная девочка? Она представлялась мазком краски Который оказался на картине мастера Из задрогнувшей руки неумелого реставратора Ко мне неожиданно подсел электроник Привет Мерзко улыбнулся он Привет О чем задумался? Да так Не было совершенно ничего страшного в том Чтобы поговорить с ним на чистоту Уже не было А ты здесь никого странного не видел? Странного? Ну Не совсем человека Не понимаю Рассменялся электроник Девочку с кошачьими ушами и хвостом Коротко сказал я Девочку с ушами и хвостом? Он задумался Откуда ты о ней знаешь? Ну допустим Видел Разговор начал становиться интереснее Допустим Или видел Это так важно? Электроник внимательно посмотрел на меня Есть у нас в лагере легенда о девочке кошке Она ворует еду, мелкие предметы, боится людей Вот как Легенда? И как эта девочка выглядит? Я сам ее никогда не видел Говорят, что с хвостом и ушами Как ты и описал А что еще говорят? Ну легенда старая Да я Немного знаю А у кого можно узнать поподробнее? Спроси Ольгу Дмитриевну Она здесь много раз бывала Еще до того, как стала вожатой Ладно, спасибо Я встал из-за стола И отправился на поиски вожатой Наверняка после сытного обеда Она решит вздремнуть часок-другой Пожалуй, Ольга Дмитриевна была единственным элементом Который несколько выбивался из общей идиллической картины На роль образцовой вожатой она никак не тянула Я распахнул дверь и уверенно вошел в домик И действительно, как и ожидалось Она лежала на кровати и читала книжку Семен, опять бездельничаешь? Вообще-то да Но сейчас не об этом Хотел я вас кое-что спросить Она внимательно посмотрела на меня И я несколько замялся Может быть не стоит вот так все выкладывать напрямую У меня словно сработал внутренний стоп-кран Если дальше ехать лень Дерни эту Это про стоп-кран И я просто не смог рассказать вожатой Что видел сегодня девочку-кошку Наверное, с Ришком привык говорить намеками Уходить от прямых вопросов Лукавить и недоговаривать И всего-то за 4 дня Хотя, возможно, я так делал всю жизнь Ольга Дмитриевна, я тут на обеде С электроником говорил И он мне рассказал про легенду о девочке-кошке Якобы живущей здесь И еще сказал, что вы можете что-то знать А зачем тебе? Вожатая кинула меня пристальным взглядом И встала с кровати Ну просто интересно Вожатая кинула меня пристальным взглядом И встала с кровати Просто интересно Люблю подобные вещи Я попытался улыбнуться, но вышло не очень У нас совершенно обычный лагерь Ну да, еще бы Совершенно обычный Не хочу даже представлять, какой тогда необычный Небось с зомби и маньяками С зомби и маньяками тоже такой был Кошмар на главной аллее лагеря совенок Да, я понимаю, но Электроник говорил Вы тут и раньше бывали Да Вожатая задумалась Впрочем, есть такая легенда, правда? Что живет где-то в окрестных лесах Странная девочка-кошка Ворует иногда продукты Всякую бытовую мелочевку Боится людей Если случайно с кем-то встречается, убегает Это было совсем не похоже на то, с чем я столкнулся утром А девочка скорее наблюдала за мной Изучала Пыталась понять, но никак не боялась А вы сами? Видела ли? Оживившись, перебила меня Ольга Дмитриевна Нет Нет, не видела Но пару раз, похоже, была очень близко Иногда у меня из домика пропадали бутылки Молоко, зубной порошок Да много чего еще Пропадали Совершенно бесследно и необъяснимо Я уже совсем забыл про то Что все пионеры здесь на самом деле не существуют И просто внимательно слушал вожатую Раньше И мне было интересно, куда исчезают вещи Но в конце концов Никаких доказательств ее существования нет Она улыбнулась Как будто давая понять Что на самом деле разговор закончен А если бы они были? Почему ты так этим интересуешься? А кто на моем месте бы не интересовался? Хотя у меня и так было много того Над чем стоило поломать голову Не знаю Вожатая задумалась на секунду Потом снова повернул свое привычное состояние Матери всея лагеря Ладно Что-то ты совсем расслабился Иди уже И надулась Она сделала паузу Напряглась всем телом Отчего у нее на лбу выступили глубокие Совсем не по возрасту морщины Видимо обдумывала Куда бы меня отправить Иди делом займись Я лишь вздохнул И вышел из домика В итоге получается Что ушастую девочку Никто из местных пионеров и не видел Они только слышали легенды Что же Пожалуй стоит ее найти Я уже несколько часов Отошел от шока Испытанного утром И экзистенциальные мысли Не так разрывали мозг Поэтому появилась возможность Рассуждать более-менее здраво А это было просто необходимо Так как оставалась куча вопросов Как я сюда попал Зачем и почему А также где это здесь вообще находится Именно девочка-кошка Стала катализатором Однако совершенно не хотелось В тысячный раз Строить теории про параллельные миры Инопланетян Эксперименты И загробную жизнь Мне слегка и хватило Первых часов пребывания в этом лагере Пожалуй стоит просто абстрагироваться От причинных связей И ограничиться следственными Ведь даже если допустить Что этот мир существует Вне зависимости от моего желания И мне придется здесь жить Мое попадание сюда Объяснить невозможно Стоит сконцентрироваться На его изучении И анализе возможных событий Которые здесь могут со мной произойти Так как пока не доказано обратное Будем считать Что я здесь застрял Надолго Или если не навсегда Шезлонка мелодично Поскрипывала Под каждым моим движением Ветки сирени Норовили ударить по лицу А мерзкие утренние птицы Давно замолчали Видимо устав от летнего зноя Верхушки деревьев Напоминали острые пейки Высокой ограды Средневекового замка Затерявшегося в бесконечных лесах А эти домики Площадь Памятник Генде Здание кружков Столовая Всего лишь маленькая деревушка Крепостных Витящихся У тысячелетних стен Мрачной крепости Сокрытых чаще И все мы тут Люди ли как я Или девочки кошки Всего лишь Обслуга для Зловещего гения Прячущегося Где-то там В шахте Наверное Ведь гораздо проще Если бы лагерь стоял на холме Ведь тысячу лет назад Место для укрепления Всегда выбирали на командной высоте Наверное Этому кто-то Попросту нечего Этому кому-то Попросту нечего бояться Хотя тогда Он бы так тщательно Не скрывался За пиками деревьев Я вздохнул И закрыл глаза Сознание начало Медленно покидать меня И вскоре Весь мир погрузился Во мрак Ух ты Ух ты И вот Вновь перед глазами Бесконечным ковром Вдаль уносится дорога Окруженная лесами и полями Автобус летит Куда-то Оставляя позади Все что я знал Любил И ненавидел Незнакомая девочка Склонилась надо мной И неждо Нашептывает что-то на ухо Мне правда интересно Что именно она говорит Но я не слышу Я просто Со стороны Наблюдаю За всем происходящим И вижу Все Кроме Ее лица И слышу Все Кроме Ее слов И чувствую Все Кроме Своей жизни Я проснулся От приступа Удушья И начал Жадно хватать Рот Ртом Воздух Вскоре Дыхание Восстановилось И появилась Нестерпимая Жажда Но Что это Был за сон И кто Эта девочка Опять Эти вопросы Может я уже Давно умер И попал в ад Ведь не может Же человек Ощущать Что жизнь его Закончилась И все Это лишь Новый Уровень Существования Это Столько От столь Глобальных Мыслей Голова Была Готова Взорваться Но За что Мне все Это Ведь я Ничем Не выдающийся Простой Обыватель Не философ Не теолог Не ученый И не хочу Я понимать Сути Вещей Устройство Вселенной Просто Спокойно Прожить Свою жизнь А потом Забыться Вечным Сном Большего Мне и не надо Но Ведь нет Угораздило Меня попасть Сюда На глазах Появились Слезы Обиды И почему Всегда Вот так Я начал думать Что если Еще немного Напрягу Мозги То Либо пойму Суть Вещей Либо Окончательно Сойду с ума В конце концов Все началось С автобуса Я сел В него Заснул И Там Была Еще Какая То Девочка Возможно Кто-то Из местных Пионерок А может Даже Это Ушастая Собственно Почему Нет Ничего Исключать Нельзя И значит Теперь Я тут Мысли Остановились Вокруг Извилины Мешающий Ушам Отвалиться В мозгу Туда-сюда Летало Перекати Поля И И Все Теперь Я здесь В аду Или в раю В чистилище Еще Где Похоже Предстоит Провести Тут остаток Вечности Я почему-то Сконцентрировался Именно На этой Теории Странно Что Меня Совсем Не волновало То Что У бестелесного Существа Вряд ли Могут Сохраниться Основные Чувства Человека Зрение Слух Осязание Вообще На первый Взгляд Не было Никаких Изменений По сравнению Состоянием Недельной Давности Ну Скинул Пару Лет Разве Что Пару Нехило Так Тогда Что Плохого В случившемся Ведь Можно же Это Рассматривать Как Второй Шанс В конце Концов Найти Работу Не так Уж И Сложно Сниму Комнату В общежитии Сейчас Мне 17 Лет Здоровье Еще Не Подорвано Мозг В отличном Состоянии Энергии Хоть Отбавляй Можно Попробовать Неужели Я тогда Был Старый Меня Как Ржавую Винтовку Заклинило И Без Посторонней Помощи Я бы Вряд ли Вышел Из этого Церкла Рефлексии К счастью Вскоре Около Домика Вожатой Появилась Лена Привет Я Нехоти Поднял Глаза И Пару Секунд Смотрел Сквозь Нее Привет А я Она Осеклась Отвела взгляд И покраснела Хотя Ладно Можно Я присяду Садись Лена Опустилась В угол Шезлонга О чем Думаешь Пытаюсь Понять Законы Мироздания И как Серьезно Спросила Она Не очень Наверное Человеку Не дано Может И не надо Тогда А что Делать Приходится Почему А ведь Правда Почему Неужели В этом Есть Какая Это Насущная Необходимость Вот Раньше Я особо Не думал О подобных Вещах И жил Себе Более Менее Спокойно И что Же Так Кардинально Поменялось Сейчас Тоже Не буду Думать И жить Допустим Несколько В других Условиях Ну и Что С того Если Нет Выбора А И что С того Если Нет Выбора Гениально Разделили Фразу Не Знаю Кажется Что От Меня Ничего Не Зависит Лена Похоже Хотела Что А ты К Ольге Дмитриевне Наверное Да То есть Нет На самом Деле Что Мне тоже Иногда Так Кажется Ты о чем Что От меня Ничего Не Зависит Я Внимательно Посмотрел На нее Она Сидела Потупив Глаза Нервно Крутя В руках Охапку Полевых Цветов Желтых Как Жаркий Луч Летнего Солнца Ну Просто Понимаешь Вот Допустим Эти цветы Они Росли Себе А потом Я их сорвала И все Она Буквально Была Готова Расплакаться Это Совсем Не Похоже На Лену Ну Да Если Честно Даже Не Знаю Что И Сказать Ну Вот И мы Так же Нас Сорвут А потом Она Она Резко Встала И Не Прощаясь Быстро Зашигала В сторону Площади Ого Действительно Лена Как и остальные Пионеры Казалась Настоящей Не плодом Моего Воображения Не куклой Не НПС А ведь Еще Пару часов Назад Была Уверенность Что Существую Здесь Только Я И Может Быть Еще Та Ушастая Девочка Эх Найти Бо Ее Я Словно Находился В состоянии Душевной Деп 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 Депривации Все Органы Чувств Работали Исправно Но При этом Мучительно Не хватало Понимания Того Зачем Я Здесь Словно Потребность В самосознании Определение Своего места В мире В этом мире Определение Его природы Законов И движущих Механизмов Стало Жизненно Важной Наравне С потребностью В пище Отдых Наверное Это самое Ужасное Наказание Для человека Желать Понять Что-то Но Не Иметь Возможности Желать Изменить Что-то Но Не Иметь Возможности Стремиться К чему-то Но Не Иметь Возможности Достичь Раньше Я Никогда Действительно Всерьез Не Задумывался Зачем Я В Этом Мире Сколько Мне Отведено Что Предстоит Совершить И Что Будет Потом Теперь же Попав В другой Мне Только И Остается Что Ломать Голову Над Этими Вопросами Возможно Если Удастся Вырваться Отсюда То Я Вновь Вернусь К Прежней Жизни Спокойной И Ненавязывающей Подобные Проблемы Но Ведь Не Вернусь Как Ужасно Столкнуться С задачей Которую Невозможно Решить Если Бы Мне Дали Выбор То Я Никогда Не Согласился На Бы Там В Своей Квартире Перед Монитором Ведь Нельзя Требовать От Человека Больше Того На Что Он Способен Да Лучше Грузить Вагон И Остаток Жизни Чем Пытаться Осмыслить То Что Физически Не Помещается В Голове А Ведь По Другому Все Таки Никак Конечно Можно Сделать Титаническое Усилие Постараться Не Думать Постараться Свыкнуться Вокруг Если Бо Меня Однажды Обвинили В Преступлении Которого Я Не Совершал То Я Бо Конечно Попытался Разобраться Доказать Свою Невиновность Никто Ж Не Согласится Жить В Тюремной Камере Вместо Родного Дома Каким Бо Он Ни Был Вот И Меня Без Моей Воли Выдернули Из Моё Единственное Желание Вернуться Назад И Единственный Ключ От Двери Подвешен Под Потолком На Высоте Чуть Выше Той До Которой Можно Дотянуться В Прыжке А Кругом Ничего Ни Стула Ни Табуретки Ни Даже Маленького Камушка На Который Можно Встать И Никого Кто Мог Бо Подсадить И Ведь Не Хватает Всего Пары Сантиметров Всего Какая-то Пара Сантиметров Отделяет Меня От Свободы От Понимания И Возможно Вернуться Домой Не Удастся Но По Крайней Мере Я Точно Смогу Выбраться Из Этой Камеры А Ведь Именно Этого Мне Так Старастно Хотелось Последние Пять Дней На Лагерь Медленно Спустилась Ночь Ужин Прошел Без Меня Несколько Раз Около Шезлонга Останавливалась Вожатая Пытаясь Что-то Мне Сказать Однако Я Уже Был В Другом Мире Мире Своей Камеры С ключом Привязанным Гордиевым Узлом К нити Ариадны Вот Уже Свет В домике Погас А вокруг Жалобно Заныли Сверчки Где-то Вдалеке Грустно Ухал Савенок Со Скоростью 37 Ухов В минуту Я Сидел И ритмично Отстукивал Ногой Пытаясь Звучать В такт Ему Кусты Рядом Зашевелились И по дереву Вверх Побежала Припозднившаяся Белка С орешком В зубах Наверное Спешит Домой К семье Очарование Летней ночи Было Таким же Пьянящим Как и Всегда Но Оно Совершенно Никак Не могло Повлиять На меня Механизмы Моего Мозга И Наверное Души Требовалось Серьезное Техобслуживание А не мелкий Кузовной Ремонт И лакокрасочной Работы Я решил Немного Пройтись Ну что ж Семен Решил Пройтись А мы Ребят Давайте Решим Прерваться Так Интересная Философская Серия Немножко Даже Мы С вами Увидели Ту самую Девочку Кошку И Видимо Сейчас В следующей Серии Будет Ого Как много Девочки Кошки Я более Чем Уверен Так что Ребят Всем Спасибо За Внимание Ставьте Лайки Этому Видео Подписывайтесь На Канал В Описании Будет Ссылочка На Плейлист Ну И До Встречи В Следующей Серии Комментарии Пишите Читаю И Кнопка Поделиться Всегда К вашим Услугам Скажу Спасибо И Это Уж Точно Всем Пока Субтитры Субтитры